Привет, болельщики! Это очередной выпуск Торпеда Ньюс. На этот раз уличный. Погнали! В эту субботу у нас суперважный матч с Факелом. Мы сейчас покажем таблицу и вы поймете, почему. Факел на втором месте, мы четвертые, между нами 4 очка. Если проиграем, то отставание будет совсем неприятным, отыгрываемым, но большим. После зимней паузы команды сыграли по одному матчу. Факел в Краснодаре обыграл местную команду 2-1. Мы дома с Балтикой сыграли 2-2. По одному матчу и у Факела и у Торпеды отменились из-за плохого состояния полей. Из-за плохого состояния поля в Воронеже с Факелом мы сыграем в Краснодаре. Команда туда поедет на поезде. 18 часов в одну сторону и 18 часов в обратную. Букмекеры в предстоящем поединке считают фаворитом Факел. Вот коэффициенты. Ну а в первом матче этого сезона в Москве команды сыграли в ничью 2-2. После первого тайма мы тогда 0-2 уступали, но дубль Султонова в конце позволил нам ничью забрать в том матче. Ну, первый тайм проиграли по делу, я считаю. Факел выглядел очень хорошо, на самом деле переграл нас. Мы в перерыве там поговорили, сделали какие-то замечания и второй тайм вышли совсем другими. И второй тайм мы выиграли. Я считаю, что та ничья была закономерной. А кто из того матча, из состава Факела тебе, может, отметился, в голове запомнился? Да кого-то выделять, наверное, нет. В целом группа атаки хорошо у них играла, там оставались втроем впереди. Там Хапаев, по-моему, еще там, не помню фамилии Максимов или кто-то еще. Они впереди более хорошо цеплялись, хорошо убегали. Ты попал в сборную тура, вот последнего по итогу матча с Балтики. Ты вообще следишь за этим? Ты смотришь? За этим не слежу, но то, что я попал, я знаю, потому что меня отметили в Инстаграме, да, в социальных сетях. Это я увидел. Но следить не слежу, потому что турнирная таблица такая, что сейчас надо готовиться, надо выигрывать, вернуть те позиции, на которых мы были. В России заблокирован Инстаграм, Фейсбук. То же самое может скоро и с Ютубом случиться, поэтому мы начинаем ввести наш официальный аккаунт в Телеграме. Сканируйте QR-код, либо в поисковой строке самого Телеграма вбиваете «ФК Торпеда Москва». Ссылку на наш Телеграм также оставим под этим видео. Ну и не забывайте про официальную группу Торпеда ВКонтакте, она работает в прежнем режиме, заходите и туда. Теперь поговорим о «Торпеда-2». В составе этой команды появились первые пару футболистов. Это полузащитник Александр Климов и вратарь Андрей Бондарь. Слово пацанам. Приветствую, черно-белые. Меня зовут Андрей Бондарь, мне 17 лет. Я вратарь футбольного клуба «Торпеда-2». Впервые на Восточной улице я появился в 2018 году. Мой первый наставник был Хусянов Роман Зофьевич. Буду прилагать все усилия для достижения наивысших целей. Вперед, «Торпеда-2». Всем привет, черно-белые. Я Александр Климов. Мне 17 лет. Я право нападающего футбольного клуба «Торпеда-2» Москва. В «Торпедовской» школьной нахожусь с 2019 года под руководством Хусянов Роман Зофьевич. Я очень рад стать частью такого легендарного клуба, как «Торпеда». Буду прикладывать все усилия для достижения наивысших целей. В ближайшее время будут еще новости о подписании футболистов «Торпеда-2». Формируется и штаб этой команды, есть главный тренер, его ассистент и врач. На этой неделе день рождения был у одного из футболистов «Торпеда». Влада Адаеву исполнилось 26 лет, и после одной из тренировок мы с ним поговорили. Сейчас именно такой возраст, 26 лет, самый такой сок, можно сказать, где нужно прогрессировать. Есть уверенность, что по итогам сезона будем в четверке? Нужно быть в двойке, думаю, напрямую выходить. Есть. Пацаны тебя поздравили, что подарили? Топовые щитки. На этом все. Вперед, торпеда!